163 человека уже обрели покой благодаря работе миссии Международного Красного Креста по поиску пропавших без вести. Но гораздо больше людей все еще продолжают искать. Родные и близкие солдат, ушедших в свой последний бой 27 лет назад, все еще надеются найти их тела. Жанна Чкони уже воспитывает внуков и надеется, что у них будет могила деда, хоть и с совсем молодой фотографией на надгробной плите. Из всех этих сложившихся ситуаций детей жалко. Вот дети воспитались без отца, как-то, ну, больше всего у меня душа болит от детей. Я все спрашиваю, как-то думаю, давай спрашивай мне недельку. Я говорю, Рома, ты хочешь, чтобы нашли? Мама, о чем ты говоришь? Как ты можешь себя спрашивать, конечно. Ну да, и вот надежда, что в Красный Крест как-то в самом деле что-то будет и нам повезет. За шесть лет специалистами Международного комитета Красного Креста в Абхазии были обнаружены останки 431 тела. Больше половины еще не идентифицированы. До того, как миссия начала свою работу, родственники сами пытались найти пропавших мужей, сыновей и братьев, собирая любую информацию о том, где их видели в последний раз. Они ходили в разведку по группам. Первую разведку он пошел, вернулся. А вторую, вот 18 сентября, он пошел и не вернулся. Видели его, как он встал, как он гранату хотел кинуть, но стрельба, и он упал, и взорвался. Больше ничего не видели. Он пошел, как говорится, добывать свое личное оружие, чтобы иметь всегда при себе. Для проведения исследовательских работ комитет привлекает международных экспертов в сфере антропологической археологии. В работе миссии принимают участие также молодые специалисты, патологоанатомы из Абхазии. Пропавшие без вести – это факт, с которым сталкиваются после каждой войны. До сих пор продолжают искать солдат Второй мировой. Большое внимание в республике уделяется Международному дню пропавших без вести. Активисты проводят акции. В этом году воспитанники Дома юношества организовали акцию «Мы помним» на площади у драмтеатра в Сухуме. Мария Накотова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова